Сам родом из Самары, окончил школу в 15 лет. Потом третьего года работал где попало. В аккурат 18-летие пришла повестка в армию. Это была весна 1994 года. Попал в 276-й мотострелковый полк в Екатеринбург, я не пожалел, пацаны там нормальные. Далее служба и так далее. В общем, осенью 1994 пошли слухи, что будет операция в Чечне и наш полк туда закинут, очко конечно жим-жим. Но одновременно была какая-то военная романтика, что-то типа мы такие крутые приедем черножопом пизды давать, пацаны мы были, молоды, горячи. В ноябре узнали, что вовсю начинается подготовка к войне и авиация уже долбит чехов. Как я и думал, нас тоже забросят, так же думал и подбельцев Дмитрий Владимирович. Построили полк, зачитали приказ и все, привет Чечне. В декабре 1994 началась переброска, грузили бомпе в эшелоны, так заебались. Неделю шли до Моздока, начали выгрузку. Состояли в группировке «Север», помимо нас в неё входил 81-й МСП и 131-я бригада. 30-го числа погрузились на бомпе и пошли на Грозный. Шли, было мирно ровно сутки, думаю, ну где вы, суки, пустота. На следующий день подошли к окраинам Грозного, вышли на улицу Маяковского, по нам начали хуярить со всех сторон. Такого страха никогда не испытывал, отовсюду пули свистели, спрыгнул с бомпе, начал выглядывать из-за неё в соседний дом. С окон торчат руки, в руках оружие и бесконечная стрельба. Даже с гранатомётов били наш третий батальон. Принял бой, пушки бомпе отработали по верхним этажам. Мы открыли огонь по нижним, духи чуть притихли и начали отходить. Забыл сказать, одного я всё-таки зацепил по руке из АК-74, потом, когда занимали эти дома, поднялся на три этаж, около окна была кровь, попал. Поставили блокпосты и пошли дальше, начали пробиваться к вокзалу, там вовсю шли бои, 131-я бригада попала в окружение. Прыгаем на бомпе и на полном ходу идём к вокзалу. Проехали совсем немного, по батальону ударили из гранатомётов, загорелись две бомпе, опять дикий бой, крики «Аллах Акбар» и чёрные рожи почти во всех окнах домов, что были вокруг нас. Мы рассыпались, пытаемся отстреливаться, патронов у нас было немного. Поэтому переключаю калаша в одиночный режим и начинаю стрелять. Одного шлепнул, да так метко, сам не ожидал. Далее приказ отходить, бомпе начинают сдавать назад, мы бежим рядом с броней. Заняли оборону около какого-то совхоза, тут у нас подбили ещё несколько танков и бомпе. В итоге отбились мы, положили человек 70, наверное, духов. Почти сразу после того, как отбились, поставили задачу идти опять в город, уничтожать всё, что видим. Пошли вместе с Вованами, дошли до места, где нас атаковали первый раз, прошли дальше, выставляли посты, вот где нас атаковали второй раз, это была улица Первомайская, вроде бы, поставили меня на блокпост, батальон пошёл дальше. 15 человек нас здесь осталось, контролировали перекрёсток, старшим. Оставили сержанта Голевого, нормальный был парень, ещё там был с нами Дмитрий Подбельцев, парнишка из Подмосковья, вообще славный пацан. Подбельцев был из семьи Плотника, в общем вырос в каком-то захолустье и жил в нищете, даже школу не окончил, но всегда мечтал о хорошей жизни. По его рассказам в армию сам пошёл, мол, судьба такая. Вот такие вот солдаты были в то время в моём батальоне. Он всегда мечтал служить родине, был ответственным и честным человеком, хорошо стрелял, выбивал пятирублевую монету со ста метров. Итак, дальше. В оптику разглядывали, что происходит за перекрёстком, духи что-то бегали туда-сюда. Простояли мы так сутки, на следующую ночь духи напали на нас, убили шесть парней. Что стояли на шухере, а мы были в какой-то коптерке, хватаем оружие и пытаемся всмотреться в темноту, с разных сторон видна стрельба, бьём туда же. Они нас окружили, выпрыгивая из окна, потом в коптерку закинули гранату, все, кто там был, превратились в месиво. Чуть отбежал от поста, притих, со всех сторон в темноте бегают боевики, много их было, по силуэтам около пятидесяти человек, скорее всего какой-то отряд, что-то бормочут там, ворочают убитых. Страшно было. Потихонечку двигаясь в сторону дома, что был рядом, увидел какой-то подвал, спустился, присёл, сердце безумно бьётся, покатились слёзы. Там и уснул, когда проснулся было уже светло, где-то слышались выстрелы. Поднялся, пошёл к выходу. Выглянул, метрах в ста стояла небольшая группа чехов с автоматами, потом к ним подошли ещё несколько, постояли, получили какой-то приказ по рации и быстренько убежали. Думаю, нужно к своим перебираться как-то, рации то нет, связи вообще никакой. Оказалось, что в этом районе территорию контролировал большой отряд, вырезали ночью пост, потом другой, чтобы зажать наш третий батальон. Стал двигаться, куда глаза глядят, естественно ночью, подошёл к дому какому-то, вижу огоньки, духи на два этажа курят, стоят по-русски, бормочат что-то, приказа ждали какого-то, отошёл от них, в другую сторону пошёл, упал даже разок, забрел в подвал какой-то, лежат два трупа наших солдат, все изрезанные. Ужасно просто. Видать в плен на каком-то посту взяли. Вышел оттуда сразу же, калаш прямо под рукой заряженный, иду потихонечку вдоль стены, тут из-за угла неожиданно двое людей выходят, пиздят на своём что-то, а мне деваться. Некуда просто уже, вот я иду и вот они навстречу, метров пятнадцать до них было. Они-то уверены, что здесь чужих нет, посты вырезали, войска в районе вокзала, а тут их отряд. Да и ещё темно было, все лампы разбиты, форму не разглядишь, сначала между собой разговаривали, меня увидели и даже не встрепенулись, наоборот, один засмеялся и мне начал кричать что-то. Я, конечно, не понимал, о чем он. Далее уже вдвоём закричали Аллах Акбар. Как бы ожидая от меня поддержки, расстояние между нами уменьшалось, метров. Восемь оставалось. Хватаю калаш и по силуэтам от страха патронов десять зарядил, те упали, шипят что-то, дёргаются, ещё парой выстрелов добил и побежал отсюда нахрен. На выстрелы никто не прибежал, так как они частенько просто так стреляли в воздух и по стенам, крича своего Аллаха, так что выстрелы тут это нормально. Обнаружили их скорее всего только утром, но я уже перебежал оттуда. На этот момент шлялся уже дня три по-грозному, думаю к своим хуй выберешься, надо с города отходить, опять ночи дождался и пошёл, думаю выйду в район улицы Маяковского, там боевиков точно сейчас нет, и точно, пошёл. Туда, на самом выходе с города наш пост стоит, к ним подошёл и давай орать не стреляйте пацаны. Вот так попал к своим, потом выяснилось, что два сводных отряда 131-й бригады в районе вокзала почти полностью уничтожили и наш полк ним так и не прорвался, своими силами пришлось выходить с окружения. Никогда не забуду это всё, как и тогда все перед глазами сейчас. Спасибо за просмотр!